Благослови, преливое имя Господне, Бог Господь и Христианам. 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 Благослови, преливое имя Господне, Бог Господне, Бог Господне. Песня. 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 Слава Богу! 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 Аллилуйя! 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 Песня. 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 Слава Тебе! Слава Отцу Истину и Святому Духу, имени и Присну и Валеке и Паминь! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови! Воскреси измертвый! Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистое своей Матери, святых славных и всепальных апостолов, преподобных богоносных отец наших, и живо святых отца нашей Иоанна Архиепископа Константина Града Златоустого, и святого епископа Амросия Медиаланская, и гость же и память ныне совершаем, и святых праведных Богов Отеца Акима Анны и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человека любит! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Напомню сегодняшнее евангельское чтение и апостольское. 17 главы Евангелия от Луки, как Господь шел и встретились десять прокаженных, и встали они вдалеке, потому что они могли приближаться ближе, запрещалось. Наставник помилуй нас, идите покажитесь священникам. Так было положено по закону. Священники должны были засвидетельствовать, чистые они от проказа или нет. Пошли все, очистились. И один только из них возвратился и славил, благодарил Бога. А Господь говорит, а где же девять-то? Ничто же исцелились, где они есть? Иди, вера твоя спасла тебя. Встань и иди, вера твоя спасла тебя. Нам сегодняшнее евангельское чтение напомнило о том, как мы должны быть благодарны Богу. Мы часто просим Богу только дай, помоги, благослови, сохрани. А слава тебе, Господи, даже так говорится. Ну, если будет, слава Богу, то сделаю то. А если уж вроде бы не будет славы, тогда уж ничего не будет. За все благодарите. Неужели, говорит, мне только за доброе благодарить? Об этом нам свидетельствуют и ветхозаветные праведники, многострадальные Иов. Неужели, говорит, мне только за доброе благодарить Бога? Ты, говорит, как одна из безумных жене говорит, что ты, говорит, похули и умрешь скорее. Помните, что благодарность должна у нас быть за все. Кольнула мне, слава тебе, Господи. Рассказывает одна такая была христианка. И она каждое утро вставала и смотрела, а у ней была схема внутренности человеческих. И она смотрит, ага, это сегодня что? Вот здесь у меня болело. Это, наверное, печень. Слава тебе, Господи, сегодня у меня печень болит. На завтра что-то там, она посмотрела опять почки. Ну, сегодня у меня почки, наверное, так беспокоили всю ночь. Слава тебе, Господи, почки меня сегодня беспокоили. То есть, кажется, это, ну, такое незначительное. Но представьте, что кольнула, болела, она благодарила Бога. То есть, за все мы должны всегда благодарить Бога. А апостол Павел в послании к Колоссиным 3 главе говорит, нам, итак, братья, облетитесь, облетитесь, то есть, оденьтесь. Вот когда переводили переводчики на русский язык, послание эти, посмотрите, порой подбирали такие слова, они же могли так сказать, оденьтесь. Сегодня новый перевод так и делает, что оденьтесь, оденьтесь на себя. Есть новые переводы. Но здесь совсем облетитесь, и понятно, и совсем другое звучание. Облетитесь, как избранные Божие святые и возлюбленные, в милосердие, в благость, смиренно-мудрое, кротость, долготерпение. Облетитесь, не сходя друг к другу и прощая взаимно, если кто, на кого имеет жалобу. «Как и Христос простил вас, так и вы». Не помните бы о нас где-то когда-то, может быть, десять больше лет назад кто-то оскорбил, как мы по сегодняшний день еще вспоминаем каждый раз. А вот он меня там обозвал, он меня там что-то. Да мы не знаем, где тот человек, который сотворил этот грех, он, может быть, покаялся, а может, его уже нет и в живых, он уже на суде Божьем стоит, а мы все это помним. «Нет, я помню это, как он меня сказал, как это он посмел на меня такое сказать?» «Не сходя друг к другу и прощая взаимно, если кто, на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Более же всего облекитесь в любовь, которой есть совокупность совершенства». Мы об этом часто и забываем. Любовь, любовь, ну что любовь, ну да я вроде и люблю, люблю весь мир, но часто даже самого себя не любим. То есть не заботимся, как должно, о спасении своей души. А если не заботимся, ну какая же это любовь-то? Ее нет любви, не только о ком-то, а о себе даже не заботимся. «И да владычествуйте в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». «Слово Христово, да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга». Чем? Анекдотами? Псалмами, словословием и духовными песнями. «Во благодати воспеваю в сердцах ваших Господу. Аминь». Аминь. Аминь. Аминь.